Стой только стереть всех евреев с лица земли, и никто не будет напоминать про Всевышнего. И значит можно делать все, что хочешь, как Солдостоевский. Если нет Бога, все даст Бог. А напоминает, кто раздражает, евреи раздражают. Это во всем мире. Внутри Израиля то же самое. Кто светских евреев раздражает? Религиозных евреев совершенно. Значит придумаем, что они грязных одежды. Придумаем, что они в 19 веке или в 17. Придумаем, что они вводят. Придумаем, что они такие. Придумаем все, что угодно. Все, что на еврейский народ наваливали не евреи. Увы, к сожалению, внутри Израиля светские люди навалили на религиозных. Разве евреи в мире были ангелами? Разве у нас нет воров и бандитов? Были. Разве среди религиозных нет воров? Бандиты, не знаю, мне не знаком. Но воры есть. Придурки есть. Сумасшедшие, сколько хочешь. Шторстов. Все, что угодно есть. Но разве правда не у них? У них правда. Они живут так, как Всевышний хотел, чтобы они жили. Но они просто не умеют еще хорошо жить. Они не живут на 100%. Там не на все на 100%. Я первый, кто скажет, что там не на 100%. Но там правда есть. Как правда с еврейским народом в мире. Визави не евреев. С нами правда. Потому что мы так. Мы 300 тысяч несем это знамя Тори, знамя еврейства. И ничего с нами нельзя сделать. Можно от нас укусить, оторвать, изнасиловать, правдами и неправдами оторвать. Как знаете, как хищники, части нашего народа оторвать ножом, оторвать добротой. Оторвать чем угодно, чтобы только евреев нет. Освенцим сделать, добротой сделать. Не важно. Сказать, что все равны, например. Чтобы мы бросились в равенство и забыли, что мы евреи. Все, что угодно с нами может сделать. Но лишь мы только нас нет. Точно так же с нами. Потому что пока ходят в соседние шхуни. Религиозные евреи. И маячи. А я взял модель, когда мы друг друга не трогаем. Светские не лезут, он не лезет. Но он маячи. Это как вот этот вечный жид по отношению к ним. Маячи, маячи. Тысячи лет мы портим настроение всему человечеству. Тем, что мы все время напоминаем, что есть свиниши. Потому что пока еврей соблюдает субботу, есть свиниши. Потому что в Торе говорится, что надо соблюдать субботу. Пока еврей отказывается от свинины, есть свиниши. Потому что говорится, что еврей не должен кушать свинину. И мы это раздражаем субботу. И даже когда мы уже едим свинину, Голи лучше нас, зная, что душа-то еврейская есть. Пока мы едим свинину, мы кричим. Плохо поступает, но все равно это гадкое еврейское племя останется. И сделает шиву, и вернутся к Тории, обязательно к Тории вернутся. Именно только к Тории вернутся. А к чему же еще? Не к очередному женизму возвращаются. Если уж вернутся, то только к вечным вещам, а не к промежуточным. Которые смешны еще, когда чернила высохла, уже книжка смешная. Потому что никогда не смешно, а Тора не смешна никогда. Это бои знают, часто лучше нас. Это светские евреи знают прекрасно. И вот это проблема светской евреи. Поэтому так увы не минума. Я не радуюсь. Почему я не радуюсь? Первое, почему я не радуюсь? Потому что я вам скажу, что я переживаю за антисемит. И Тора легко мне поймет, как я переживаю, тем более за светских евреев. Мне жалко любого человека. И антисемита мне тоже жалко. А я с детства испытывал резкий антисемитизм в своем образе. Резкий, почему? Тогда я, конечно, иначе был. Реагировал, потому что я повезло. Сегодня, если мне сказать, жидовское можно, постараюсь дать обратно. Но это не ответ. Мне жалко этот человек. Почему? Он убивает себя. Тем, что он антисемит, он ненавидит меня. Он же погибает из меня. Без того, чтобы прийти ко мне и спросить. Смотрите, вы народ, который все это несет. Что мне, как нееврея, делать? Что мне, как нееврея, поступать? Как мне жить? Нет у него. У него есть и долбоклонство. Я не хочу в это сейчас входит. Можем позволить? Секунду, я потом готов. Мне его изменины жили. У него есть и боги. Есть только один творец и одна Тора. А у него нет. Либо он верит в того человека. Я извиняюсь, я серьезно не могу говорить о сыне Всевышнего. Я не могу эту фразу слышать. Нормально. Потому что это чушь просто. Любой умный человек кажется чушью. Или все человечество. Мы дети Всевышнего. Я с этим согласен. Все дети Всевышнего. Что такое сын? Я не знаю. Они в это верят. Пусть все верят. Они верят в виду. Они верят в диконе. Они верят в то, что они хотят. Я с ними не воюю. Я с ними ничего в этом даже не обсуждаю никогда. Я только вам говорю. Вы еврейка. В чем проблема? Они верят в Будду. Они верят в другие вещи. Пожалуйста. У меня нет проблем. Но у него есть тоже душа. И он знает тоже, что я иду со Всевышним, а он ходит с Буддой. Это не одно и то же. Понимаете? Просто не одно и то же. И поэтому бедняга. Если он бы не был антисельницем. Горячим и тихим. Он пришел бы к вам. Ну, образно. К вам. К вам не. И чтобы он от меня услышал. Ни в коем случае бы не стал быть евреем. Потому что нельзя. Ну, чтобы он человечества. Я бы сказал, смотри. Есть Всевышний. Во-первых, выбрось всю ерунду свою. Значит, есть Всевышний. Нельзя убивать. Нельзя красить. Нельзя грабить. Если у тебя государство, устрой хорошие законы. Более-менее честные и справедливые. Значит, верь во Всевышнего. Ни во что. Ни в один изм. На все наплевать. Только Творец мира. И живи, как хороший человек. Все. И он бы начал жить. И еще сотни людей. И тысячи. Кстати, есть такие. Но их немного. Их на весь мир, может быть, сотни. Тысячи. Но не больше. Смотрите, как мир был. Вместо этого. Бедняга. Он меня ненавидит. Он ко мне не приходит. Он прибывает в своих избах. И я уже не говорю о том, что он творит на земле. Но это уже другое дело. Но бедняга, просто. Вот так я его жалею. Точно так же я жалею и еврея. Которые, в отличие от моего, мой еще родной брат. Для меня же каждый еврей брат. Это для меня не лозунг. Это чувство. Каждый еврей это моя семья. Как я его должен жалеть? Как я должен о нем думать? Затумайтесь на секунду. Вместо этого. Он что делает? Он меня не любит. Меня не уважает. Он меня презирает. Поэтому закон. Он обязательно меня тоже презирает. И даже еще и ненавидит. Что происходит? Что происходит? Нет, извините, я не бросаю ткану. Я вообще... И даже не бросаю ткану. Оставьте Мия-Шиа-Римских камнях. Они просили меня. Они туристы. И поэтому они реагируют нервно. А вообще... Ну, давайте мне лучше. Я все-таки рядом с ними живу. Так я уже больше эксперт в области Мия-Шиа-Рим. Здесь уж на то пошло. Приезжайте в Иерусалим. Прогуляемся по Мия-Шиа-Рим. Беспокоен. Прогуляемся. Каждый из вас со мной вместе. Некакая экскурсия. Прогуляемся вдоль и поперед. Не по ночам. Днем. В любое время, которое вы хотите. Я гарантирую вам безопасность. Хорошо? Пожалуйста. Никаких проблем нет. Но вот и говорим не про Мия-Шиа-Рим. Говорим про народ и все. Это же человек себе закрывает пеленой глазом. Вместо того, чтобы прийти ко мне. Не для того, чтобы сдаться и сказать, я плохой. Научи мне быть хорошим. А прийти ко мне и сказать, что ты так держишься 3000 лет за все это. Расскажи. Объясни. Значит, раз, наверное, что-то в этом есть. Мне спросили про идеалы. Я докажу, что религиозные люди с идеалами. Я просто докажу математически. Потому что все вы знаете, что легче, двоих детей вырастить или 8 детей вырастить. Материально, психологически. В той же трехкомнатной квартире. Извиняюсь, в трехкомнатной квартире с 8 детьми. Как легче жить. Теперь насильно дети не рождаются. Тут все взрослые. Тут как-то у нас детей маленьких я не вижу. Как получаются дети, мы знаем. Как делаются дети, мы знаем. Как не делать детей, мы знаем. Как сделать так, чтобы когда родились дети, мы знаем. 5 копеек все это стоит и детей не будет. Так что легче. Два ребенка или 8. Я отвечаю, два. А сколько у них? 8. А почему? Потому что есть идеал. Потому что есть заповедь. Потому что есть желание, чтобы было больше религиозных и хороших евреев в мире. Чтобы привести в мир людей больше. Понимаете? Чтобы еврейский народ был больше. Чтобы страна была лучше. Поэтому у меня 8 детей. Или 15. У моего соседа, рекордсмена, 18 детей. Это рекордсмен в моей шкуне. А в среднем у меня в шкуне 9 детей. Но у религиозных мель в среднем 7-8. А у меня 9 детей. Причем все люди работающие. Все люди хорошо живут. У меня очень богатая шкуня. Все хорошо живут. Все это. Но они тоже живут намного лучше. Если у них было двое детей. И зарплата по 15 тысяч шекелей. Или 15 тысяч шекелей и 18 детей. Когда нет по тысячам ребенка. А вы знаете, что она жизни? Вы знаете, что она жизни. Так это же идеал. Их кто-то заставляет. Ни один человек. И кто? Кто их заставляет? Скажите. А? 18 человек в одной семье. Так а вы видите, как они растут? Значит, тут я уже только наблюдатель. Поскольку я не вырос в такой семье. Я честно говорю. Я только наблюдаю за это. Значит, большинство семей. Есть разные семьи. Вот так сказать. Что мне радует, например. Что я часто вижу взаимопомощь, доброжелательность, воспитанность. И вижу часто невоспитанность тоже. Вот. В моей шкуне больше воспитанность. В моей шкуне. Но я не хочу за всех говорить. Конечно, всюду бывает. Я вижу все. Но, как правило, это. Во всяком случае, я понимаю родителей и очень радуюсь. У меня, к сожалению, трое детей. Я могу сказать, поделиться опять. Я делюсь своими делами. Хотя я могу поделиться. Я родные считаю, что очень много. Я очень, так сказать, переживаю на этот счет. Слава Богу, уже четыре внука. А только трое детей пока что. Так сказать. У меня, так сказать, так было. Я бы хотел, чтобы было больше. Но такова жизнь. В Москве мы считались героями в отказе с тремя детьми. Уже в отказе родились дети, так сказать, в основном. Поэтому считались героями без зарплаты, без работы, с полутюрьмой, с преследованием, с полицией, милицией. Трое детей. Были героями. Но не до этого были героями. Здесь я просто даже в Москве увидел, что там мало. Это трое, это не что. Это мало. Слава Богу, как говорится. Слава Богу. Все, хорошие дети. Но все равно я чувствую и вижу, так глядя по сторонам, что пять, шесть, семь, восемь это получше. Я бы не знаю, что я сказал, если у меня было бы семь детей. Я бы сказал, что надо пятнадцать. Не знаю. Вот этого я не знаю. Я не понимаю. Я не знаю. Я про себя могу сказать. Три я вижу, что мало. Семь думаю хорошо. А пятнадцать, не знаю. Я был в гостях у этих людей, но я не знаю, что это такое. Я просто не знаю. У меня в районе как-то все воспитаны, как-то хорошие, в основном. Уже многие выросли, уже многие свои дети. Ваши шаги, да? Коцентр, можно подряд ли 8-9 тысяч. Скажите, я говорю, что это неисполнение. Здесь я встил. У меня, например, домик, он, да, где-то, 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 где-то. Он работает на минимум, какой-то минимум, где-то 10 детей, которые идешь, каждый день они сидят на улице, на ступеньках, хоть идешь, через них переступаешь. Образование у этих детей ноль, вообще никакого. Вот они там ходят что-то в школу, научим. Ну, полный книг. Никаких этих пугин, ничего нет. Телевизора у них нет. Она говорит, когда я зашла, говорит, на людей, я считаю, что это только портим. То есть эти дети, ну, ничего нет. А вы считаете, что ваша телевизор портит или не портит? Она мне сказала. Нет, нет, как вы считаете, просто не интересно будет. Вы считаете, что не портит, да? Нет, мне было ваше мнение интересное. Я считаю другое. Если я не хочу, чтобы что-то с вас телевизором, я не буду поднять. Я буду займутся чем-то другим, чтобы они смотрели. Ага, понятно. Я просто на этом смотрю, что может быть и надо действовать, я не вспомню. Но надо дать им образование, чтобы они хоть что-то знали от того, что они ни о чем детей больше ничего не знают. Понятно. И себя-то не наступить, как на лестнице, потому что их жить, значит. Понятно. Значит, наверное, вы со мной согласитесь, и все со мной точно согласятся, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. Все, спас, он был. Нет, договорились. Нет, договорились пока. Пойдем дальше. Теперь пойдем дальше. Значит, вот 10 детей в такой ситуации или неделе. Я скажу, что они нормальные. Больные люди, допустим, они нормальные. Хорошо? Они нормальные. Вот я хочу на секунду порассуждать, как бы уже по времени мы должны как-то завершать нашу встречу. Порассуждать. Двое детей или десять? Я не знаю, что выйти из этих 10 детей. Может, толку никого не будет. А может быть, жизнь показывает, что там какие-то бриллианты есть. Это же еврейские дети. Значит, еврейские души. Значит, они вырастут. А вдруг среди них три бриллианта. А так, сейчас я подожди. Вдруг три бриллианта раз. И семь хороших людей будет. А если будет двое детей или один, то будет максимум два бриллианта. Причем, согласно, что не обязательно. Нет же гарантии ни у них, ни у кого. Максимум два бриллианта. И иди, зная, хорошие ли люди. И иди, зная, как они вырастут, не для себя ли они вырастут. Я не знаю. Ну, вот очень хорошие люди вырастают в семье, где один ребенок. Бывает, что и плохие люди вырастают в семье, где два ребенка, где один. И бывают плохие, где пять. Не знаю. Но согласитесь со мной, что, как говорится, откуда мы знаем. Я такую шутку скажу. А в Торе говорится, что надо иметь детей. Может, все мысли знают лучше, чем мы. Может, он понимает лучше. Изначально с вами все согласятся, что если в семье 10 детей, то доход семьи был бы не 5 тысяч шекелей, а 25 тысяч шекелей. Конечно, с вами лучше быть бедным, здоровым, богатым. Все же согласны. Но не дало им Всевышний много денег. Что делать? Не соблюдать запрет Всевышнего или не знаю? Короче говоря, проблема. Я согласен с вами, что надо было бы, чтобы такая семья лучше жила, чем то, что вы описываете. Что касается телевизора, то, пожалуйста, воспримите мои слова очень спокойно. Вот перед вами сидит человек, я, который никогда в жизни не имел телевизора. Никогда. Задолго до моего еврейского образа жизни. Знаете почему? Потому что я всегда считал это пропагандой и промывкой мозговой. Это мое мнение. Мои родители всегда ко мне за это критически относились, что я закрываю от себя знания о мире. Ну, как тихий, спокойный человек, я могу сказать, что давайте назовем любое тело. Мы ее обсудим здесь. Есть у меня какое-то знание о мире небольшое. Я думаю. Наверное, есть какое-то. Без телевизора. Никогда в доме у меня не было критикса. У родителей были, но я его не смогли. Я считал, что это пропаганды. А здесь считают тоже пропаганды. И в Америке тоже пропаганды. Это все промывка мозгов крупнейшими телекомпаниями, которые вносят в мой дом, внедряют совсем не то, что я хочу. А что я хочу, то я и сам делаю. Я свободный человек, я либерал, я свободный человек, я демократ, я что угодно. А вот пускать влиять на свою голову людям, в достоинствах человечества, я очень сомневаюсь. И очень сомневаюсь, что все эти ведущие программы, все эти люди, которые ведут телевизионные программы, что они действительно какие-то высокоморальные будут, какие-то хорошие будут. Посмотрите, как они живут. Уж яд этот мирок знает, общаюсь, как говорится, с ними. Один завистник, то другой завистник. Один, так я, хорошо, так как я могу его воспринимать? Зачем мне такое нужно? Я не хочу, чтобы меня учил, например, жулик. Я не хочу, чтобы у меня говорилось о святых делах вор. Вы хотите, вы тоже не хотите. Вы хотите, чтобы я был вор, он вас обучал чему? Не хотите. Почему-то уже открыть телевизор, и мне этот вор, ворюга меня обучает чему. Должен вор. Нет, я не могу. Ну, я сказал, как от телевизора, как от яркого предыдущего. Вы должны знать, что это. Я не хочу, чтобы этот он меня обучал. То есть у вас должно быть свое мирозвитие. Это понятно? Понятно, естественно. Обязательно должно быть. Это нормально. Но для этого должно быть что-то свое. Что будет у этих детей, которые ничего не видели? У них не будет свое, и у них еще справа. Стоять же... Потому что... Может быть, я не правильно выразил. Нет, это неправильно. У них нет этого, стержня внутри. По которому они могут проверить, это не подходит. Вот я иду, допустим, я срываю на двумя коленцами. Я смотрю, оказывается. Это мне подходит. Это мне не подходит. С этим я согласна, с этим нет. Почему? Потому что у меня есть что-то моё. Я считаю, что это правильно. Верно, неверно. Нет, не важно сейчас. У них нет ничего такого. Я уже задумываю, что чем иметь 10 детей, лучше иметь 5 детей. Дайте какое-то образование, чтобы они чем-то занимались, кроме того, что они знают пеленки. И все. Значит, еще раз. Мы уже прошли школу, что инженеры – это очень хорошо, а пеленки – это плохо. Я не хочу возвращаться даже к высли. Мы уже слишком покалечены здесь, приехав сюда, вот нашими инженерскими делами. Поэтому я не хочу презренно сказать о пеленках тоже. Насчет того, я не хочу этих людей не защищать. Единственное, что я хочу, у них есть точная разрывка. У них есть точность представления о мире. Их представления. Кстати, не мое, а их представления. Я же тоже друг друга, сам понимаешь. Это представление о мире нужно обсудить и посмотреть, будет ли оно лучше работать. чем некоторые другие представления о мире. Будут ли они, давайте так, обеспечат ли их представления о мире, то, чтобы их внуки остались евреями. По-моему, мне так хочется думать, а вы не опровергнуты, что обеспечивает. Обеспечивает ли другой образ жизни. Для простоты назовем его светское, каким-то таким. Двое детей вложили в них в университеты, вложили в них все. А я не против, я не против. Вложили в них все. Я хочу как контраст сказать. Ну, положа руку на сердце, увидим ли мы с вами этих внуков родными людьми. А я считаю, что если внук, не знаю, украинец у меня, не дай бог. Ну, он мне же не родной. Я так устроен, не знаю, как мне. Я лично не скрываю. Для меня украинский внук мой не внук мне. Мне обидно, он для меня человека, всех людей в этом связи уважает, но он мне не внук. Гарантируют ли там это все? Не знаю. Здесь более-менее гарантируют. Более-менее гарантируют. При том, что лучше быть здоровым вагон. Это точно с вами согласен. Давайте на это согласие закончим. Мне бежать надо. Вы-то недалеко, а мне еще до Веселима добираться. Так что спасибо за то или другое внимание. Если где-то я говорил резко или что-то, вы понимаете, что я неравнодушный человек. Но точно старался так, чтобы как-то мы вместе были на этом вопросе. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. Усталим уже прилепиться не может. А знаете, в 19 веке не отхватил кусок земли, Как все церкви сделали, и все мусульмане сделали, и все рады. Раз, где-то там уже кусочек хайпа. Где-то что-то еще. Далай-лама собирается на межрелигиозную конференцию, приехать через несколько дней, через две недели. Где в Натсрате будет, по случаю их годовщины, Будет межрелигиозная конференция, На которой деятели всех конфессий мира будут собираться, И, значит, с умным видом сидеть и делать вид. И делать вид, что они коллеги все, понимаете. Значит, один служит Кришну, другой служит Вишну, Третий тому человеку, Четвертый думает, что Мохаммед от имени Всевышнего говорил, И все они, и евреи там какие-то, по-моему, даже собираются быть, Не уверен в этом. Но это ужас. Я позвонил в Москву несколько дней назад, Так там один работник религиозной организации еврейской Говорит, что вот он собирается в конце ноября в Аман, Ярдай, Потому что из России будет специальная делегация Евреев, иудеев, христиан и мусульман. На мировую, на мировой съезд разных религий, Которые будут ломать, а в Ярдании. Видите, что делать? А вот это просто совершенно невозможно. Невозможно идти общение, Невозможно идти дискуссии совершенно. На любые другие темы, сколько угодно. Ко мне собирается из BBC, Приехать на интервью, через несколько дней Из Англии, да, в BBC, все слышали, Но там из-за сих пор еще русская служба. Я не уверен, что это кто-то слушает, Но она существует. Так из этой службы ко мне должна приехать одна женщина, Которая ведет какую-то религиозную передачу. Еврейка, к сожалению. Поскольку передача о разных религиях. В данном случае будет в 2000-м годе с моей точки зрения. И с ней должен священник приехать. Что вы скажете? Пастор какой-то. Сейчас я скажу. Послушайте BBC, так узнаете. Нет, мы же здесь не можем. Хотите дешевле, да, узнаете. Нет, потому что направлено туда. Здесь нельзя принимать. Здесь нельзя принимать. Нет, здесь сколько угодно BBC может принимать, Но английскую службу направлено на Ближний Восток. Я слушаю ее почти. Ну, стараюсь слушать ежедневно. Мне нравится. А русскую службу здесь нельзя слушать. В общем, короче, она приедет. Так я сказала, мне только одно слово. Поскольку собирается ко мне домой, То я, значит, хочу узнать, как он выглядит. Ну, он всегда, значит, он как бы директор этой передачи. Нет, мне не важно, как он выглядит. Так она говорит. Ну, он будет в костюме, в шляпе. Она говорит, он типа пастор. Вот так просто, видимо, агниканский, не агниканский, я не знаю. Мне не важно. Короче, он не придет со мной с крестами и с рясами. Мне было бы это неприятно, я сказал. А то, что он священник прочь, меня не трогает. Потому что я с ним совершенно не собираюсь вести никакие дискуссии. Я сразу сказал. Значит, он может сидеть и слушать. Он может задавать вопросы. Но я совершенно не собираюсь с ним дискутировать про того человека. Поскольку все, что я хочу сказать, что 2000 года не существует. Нет никого. Это просто выдумка у христиан. Но я с ним и не спорю. И не собираюсь говорить, что тот человек родился 2000 лет назад или 1985 лет тому назад. Как-то всякие ученые говорят, то он тогда родился, то он тогда родился. Я как раз не знаю, когда он родился. Поскольку мое внутреннее убеждение, что его не было никогда. Сейчас есть уже новый. Зовут его Виссарионов. Не знаю, Виссарионович, я знал. Нет, а теперь новый уже тот человек. Не будем откликаться. Давайте не будем откликаться. У него 36 года поведение написано. Это тот, который объявление? Нет, ну давайте... Нет, нет, это в Союзе. Да. А, в Союзе? Нет, об этом вообще не надо даже говорить. Короче, 2000 год. Я все, что хочу сказать, что нет никого 2000 года. Есть все хорошо, спокойно и так далее. 5760 год. Я не вижу никаких других годов. Но кому не нравится 5260, может совершенно нормально. Другие народы могут иметь свои календари. Я не боюсь календаря. Если христиане хотят иметь такое, а мусульмане у них там 1300 год. А индийцы другое, китайцы другое. Это вообще нет проблем. Каждый может придумать себе, что он хочет. И это все. И да, поскольку она хочет меня спросить, она уже заранее из Англии позвонила. Сказала, что хочет спросить, как я собираюсь отмечать их тысячный год. Я как раз еще расскажу, потому что это очень легко мне рассказать. 31 декабря это пятница. Поэтому, значит, пятницу вечером я могу рассказать, как я отмечаю. В этом совпадение очень интересное. Суббота у нас будет суббота. Ничего не спрашиваю. Нет, будет суббота. Про субботу им расскажу пару слов. О субботе. Но это будет рядовая суббота. Она просто самая такая же суббота. Как до этого. И после этого. То есть мы... Субботу. Про субботу расскажу. Но это не знаю, как бы я вам в следующий раз, когда вот мы встретимся, я вам расскажу про священника этого, что из этого вышло. Теперь, одну секунду, Поп. Видите, я вспомнил этот следующий раз. Значит, я хочу сказать, что два раза мы с вами не будем встречаться. Значит, в Йом Решо, там я еще буду. В ближайшем Решо. А в Йом Шлиши я уже не буду. Ну, и поэтому мы пропускаем два раза наши занятия. Сегодня-то по Гойскому исчислению, это 2 ноября. Да. У них 2 ноября. Значит, 9 и 16 у меня не будет. Я буду в Соединенных Штатах Америи. Есть такая страна. И в следующий воскресенье тоже нет? Нет, уже нет. Просто я буду в это. Но я там скажу свои даты. Те даты. Воскресные даты я скажу. 9 и 16, значит, вы не встречаетесь. Но там тоже два времени. Поэтому я не смогу вам рассказать про это освещение. Но вы мне напомните. То, кто вы забудете. Нет, нет, вы напомните. Я думаю, что если они доберутся до меня, я думаю, что яркие впечатления я вам расскажу. Вы там тоже возьмете пропустить? Ну, верно. Я тоже хорошо посмотрю, как я вспоминал. Я сейчас не помню. То есть мои переезды я уже ху-то из них сам. Я наезжий не помню. Что вы хотели спросить? Я хотела бы предложить. Я бы хотел бы просто недерочек отчетов. Но вы ездите. Ну, хочется, может, расскажите нам после поездки. Ведь у нас очень... Прежде всего, я дам вам финансовый отчет. Нет. Что я спорю? Что там происходит? Вы же видите другими глазами. Хорошо. Все. Давайте так, про будущее не будем. Значит, я не пророк и не сын пророка. Как говорится. То, что было. Когда я приеду, тогда вы задаете этот вопрос. Может, я вам что-то расскажу. Я никогда не открываю и рассказываю, где я был, что я видел и все такое. Но если... Не всегда есть яркие впечатления, но всегда что-то... Как и видится, что-то... Я... Вы будете смеяться, я даже не знаю, где я буду. У меня столько билетов туда и обратно из Нью-Йорка. А где я буду в самой Америке, я еще не знаю. Поскольку я на одну конференцию приезжаю... Она будет рядом с Нью-Йорком. Гора. Там есть такое место. Там есть кошерные гостиницы. Так, там будет конференция. Я вам расскажу, какая там будет. Ну, в общем, у меня прям встреча такая. А потом я должен быть в одном, двух... В одном, двух и в трех городах. Так я не знаю где. Кто организует конференции? Конференции? Весь священник поставил. Я понимаю. И не связана с двухтысячным городом совершенно. И некоторые, так сказать, еврейские круги... Поделиться опытом некоторым, кто что может делать и как. Ну и то, какое плечо может подставить под что. Так, наверное. Я вам расскажу. Хорошо. Так это у нас Эрец Кенаан было. Итак, вы следите линию, откуда наш разговор. Пошел, потому что Эрец Кенаан означает «место, где можно принять». И поэтому здесь все религии будут. Потому что раз есть место принять Всевышнего, то будет самое активное место принять Идлопокос. Это Израиль. И поэтому евреи, которые не живут по-еврейски, у них большая опасность. Помимо всего, потому что их вакуум заполняется идиотизмом намного более ярко, чем вне Израиля. Вне Израиля люди сонно живут. В Израиле бурно всегда живут. Поэтому здесь идиотизм процветает максимально. Он обязательно должен быть, потому что земля такая, она порождает это. И так, проблема тех, кто живут по-еврейски. У них свои проблемы религиозных людей. Там недостатки, проблемы, то, что могут, не умеют, умеют, ошибаются и так далее. Но это свои проблемы. Проблемы же людей, которые не живут в стороне со Всевышним, это проблемы глобального идиотизма. Так сказать, духовного идиотизма. Потому что здесь хочется, здесь как-то стремишься, здесь нельзя жить просто так. Даже те, кто живут по системе колбасной алии, они ведь тоже на самом деле глубоко религиозные люди, в смысле Идлопокос. Они поклоняются деньгам и колбасе. Это активные религиозные люди. Это не просто так. Они неравнодушны. Да и пусть они грамят. Просто не просто колбасу у нас там. Может быть, хотят быть таковым. Знаете, колбасу ешь, и как-то из ушей лезет. Поэтому лучше уже не входит ничего. Я цитирую почти Тору. Перепелок там, на жрабе, вспомнить, как уже отовсюду лезло. Наешься этого мяса и колбасы, уже лезет отовсюду. Ничего не входит. Так что это не так просто. Итак, поэрэцка на парасоле. Мы узнали, что Сара там умерла. И здесь Торо подчеркивает, где. То есть получается, что ее потенциал, ее емкость, Сары, был такой, что она из женщин. Мы не говорим про Хаву и Адама. Сейчас мы просто про них не говорим. Она первая, которая имела такой потенциал. НИХНА. Быть убежден и признать шлестью вишни и так далее. То есть НИХНА. То есть как бы, как говорили раньше, как-то Книгсен назывался присесть. Помните, девочка на сцену выходила. Как она это делала? Книгсен. 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 То есть принять всевышленное. Принять. Это вот слово КНА. НИХНА это, конечно, Хэ. Да? Нет. КАВ. Как у вас Сидуле написано? Нет. Игорскун. НИХНА. КАВ НУН АЙ. КНА. Да. Слово КНА. То есть мы уже видим, что такое КНА. Так. Воево в Рамли скот, из Рамли скота, пришел он, чтобы ее оплакивать. Откуда он пришел? Он пришел из Иерусалима, из гора Мурия, там, где он с Сиддхаком был. Она в это время умерла. В ту секунду, когда это была история с Акедой, она умерла. И он возвращался назад, он уже не застал ее в живую. Он уже СП должен был читать. И дальше мы читаем. И тогда он встал, встал перед, перед лежащей, значит, вот, перед ней умерши. Он стал говорить с итальянцами, китайцами. В ней хэд. Хэд – это народ. Стал с ними говорить. Говорится, к ней мэйто. То есть, как бы, мэд в мужском роде всегда. Хотя Сара – женщина. Но мэд всегда в мужском роде. Важный философский смысл тут есть, мировоззренческий. Потому что умирает только тело. Тело – это губ. Губ мужского рода. Человек не умирает. Ни мужчина не умирает, ни женщина не умирает. Поэтому нельзя сказать о женщине, что она умерла. Это мэд просто. Человек мэд. Неважно, мужчина, ни женщина. То, что умирает – тело. Но не умирает – дыша. Так здесь прямо этот письм. И что говорится дальше? Он говорил с этими хитейцами. Что это за хитейцы? Сначала их происхождение. Хит – это сын Канаана. Здесь, может, это уже видим. Канаан – это внук Нуата. А Хит – это сын Канаана. Вот он на территории этой земли как раз находился Авраам. Это их территория. Мы сейчас подумаем. Прочтем дальше еще. Леймор, что он им говорит? Он стал, чтобы сказать им следующее. Гер витушав анофин и махэр. Я у вас живу как непостоянный житель. Как гер. Гер – это значит человек, который пришел поселиться. Атошав, потому что лид-горыр – это прийти поселиться. Атошав – это который живет, но не есть гражданин. То есть живет. И сегодня даже в Израиле это слово соблюдается. Если кто-то сюда приезжает и имеет право здесь жить не как турист, но не хочет быть гражданином, не может быть гражданином, но имеет право здесь быть, он получает статус Тошав. Тошав – человек, который имеет право жить. Так он говорит, я пришел поселиться издалека, и я у вас Тошав. А почему не сказал, что я Израил? Израил – это тот, кто постоянно живет. Потому что Абрам до того, как евреи не придут из Египта, еще не имел права на эту землю. Она ему была дана в потенциале. Всевышний сказал, куда ты не пойдешь, все будет твое. Но при этом он сказал, что они, Гер, Вет, Аша, Имафэм, снули опузат Кевер Имафэм. Дайте мне место, чтобы была могила там. Вейк-бэрама идти, Милифанай, и я тогда похороню ее. И дальше Ваяну в нейхэд – это Абрам. И они стали говорить с Абрамом, этих хитейцей, для иммогу, шману, адони, носи, элоким, ата, бетохэйну. Ты же несешь на себя, носи, элоким. Носи – это как несешь, похоже, в еврейское слово с русским. Ты несешь на себе знания Всевышнего. Элоким, они говорят, потому что они не знают Ашева, они знают только Элоким, Творец мира. Ты же такой среди нас. И поэтому любое место ты можешь взять. Я не буду дальше читать. Дальше он говорит, я не хочу. И там Эфрон выступает, Абрам говорит, я хочу именно это место, что называется Маарата Махтела. Мужу? Да. Там, где заканчивается дима и начинается дарик. Значит, слово Вали в скотах. Вали в скотах? Это маленькая кафа. Маленькая кафа. Это дополнительная информация нам внесется. У меня в Сидуре здесь не отвечен, но в Торе, значит, в Хумаше написана маленькая буква. Значит, маленькая буква. Но я позволю себе, я просто отвечу, я отвечаю на ваш вопрос, но очень коротко, а именно, что эта определенная информация нам внесет через наших нефоршив. Нам отсюда целый ряд сообщений приводится, и я позволю себя на этом восстанавливать. Хорошо. Вот. Большинство мы форшивы в этом случае. Да, значит, но он хочет Маара-то Махтела. Вот это специальное место, как называется. Маара-то пещера, а Махтела-то Капуль, двойная пещера. Для тех людей, кто не видит дальше Чеботеи, он видит обычную пещеру, а для тех людей, кто видит дальше, они видят другую пещеру. Вот это двойная пещера, это не просто пещера. А вот я хочу это. Это не ивритское слово? Махтела. Кефель, это ивритское слово. Я не поняла, откуда это было. Кефель, это двойное, двойное. Маара-то Махтела, двойная пещера. Абраму выбрал это место, потому что он знал, что там уже Адамы, и там надо, чтобы все они были. А они не знали этого. Вот я хочу это, это хозяин Эфрода возбавил, говорит, пожалуйста, бери бесплатно, когда Абрам говорит, я хочу только за деньги. Как он говорит, за деньги, он говорит, да, пожалуйста, за 400 единиц денег, причем огромную цену заломил, больше, чем стоимость этой земли. Поэтому, говорится в Талмуде, что есть два линии, две линии поведения. Те, кто от Абрама происходит, они говорят меньше, но делают больше. Абрам сказал в прошлой неделе на главе, помните, немножко воды сейчас принесу вам для вас, а принес много. Покушайте хлеб, а сделайте царскую трапезу, как мы говорили в прошлый раз. Говорит мало, делает много. Как делает Эфрон? Бери бесплатно. А когда мы подошли уже к конкретности, я в Абрам сказал, я хочу заплатить, так он не сказал, дай мне 1 шейфер. Он сказал, дай мне 400 сразу. Я в Абрам заплатил 400. Мы уже говорили о числе 400, как-то один раз. Это буква ТА изображает число 400, последняя буква алфавита, и, как вы помните, как пишется буква ТА, то есть ее нижняя ножка вперед упорит. То есть последняя буква, но она идет вперед, на этом не кончается, и эта, так сказать, буква ТА вскрывает себе будущее, бесконечности, по тому-то смысле. Поэтому Абрам заплатил вот эти 400 единиц денег, как символ, что это навсегда уже, что бесконечность, что это не просто буквы, а так. Так, да, так, что я хотел здесь сказать. Я хотел сказать вот что. В Нейхе, что это за хитейцы, с которыми Абрам идет разговор? То, что они жители этой земли, нам совсем не обязательно было бы здесь указывать. Можно было сказать, мы уже знаем, что это Эрец Кенаан, так они все канонейцы. Эти семь народов, которые потом надо было изгнать. Хитейцы одни из этих семи народов. Поэтому с ними не надо было бы их указывать, какая нам разница, хитейцы они не хитейцы. в слове «хет» есть очень что-то интересное. Более того, если посчитать всю, где говорится, тут «бнейхет» там народ или хитейцы, или что-то, по всей этой, так сказать, теме, мы найдем, что 10 раз они упомянуты здесь. Что позволяет устной торе сказать, что это параллельно десяти заповедям они упомянуты. Они упомянуты параллельно десяти заповедям, потому что у них был потенциал это все соблюдать. Канаан, земля, которая имеет такой потенциал, а вместо этого они нарушали все 10 заповедей. Они интересны народу. Посмотрите, слово «хет». Слово «хет» имеет слово, буквы «хет» и «тар». означает число 8, означает прорыв из материальности в духовную. Число 8 это уже духовная буква. 7 это цель материального мира. Ясно, что цель должна быть духовная, но это еще в рамках материального мира. 6 дней мир творился, 7 день суббота, все это материальный мир. А 8 это уже надо все. 8 не связано с материей вообще. А так, как мы знаем, бесконечное. Будущее. То есть получается, что эти люди сами того не знают. Своим именем несли в себе идею прорыва из материи в духовность. Как знаете, ракета побеждает притяжение Земли, и тогда спутник начинает крутиться вокруг Земли или на Луну летит. То есть нужно победить притяжение Земли. Гуква «хет» говорит о победе притяжение Земли. Если бы мы были бы конструкторами ракет, и Израиль бы запустил ракеты на Луну, то надо было эту ракету буквы «хет» наставить. Я бы так считал. Символ прорыва от материи в Тарваке. А так это бесконечное и бесконечное. То есть эти люди не знали, что они несут на своем имени. И именно в этом месте Марата Махтелла находится. И именно в этом месте похоронены наши прадцы. И Адам там же. Это место, которое концентрировано в себе имеет свойство прорыва материи. Ухода от материи. Примерно то, что я хотел бы здесь сказать. Я думаю, что я больше не добавлю. На этот раз. Да? Почему в Торе сын называется Нин в предыдущей билетах? Нехет и Нин Тори перепутывается между собой. Потому что Нехет и Нин, и Нин и Нехет это одно и то же. Это внуши. В разговорном языке Нехет это конкретный внук, а Нин это потомок дальше сына. Нин это тот-то потомок дальше сына. Например, внук, например, правнук и так далее. Слово Нин это просто дальше сына означает. Это может быть и Нин написано. Нехет конкретно. Сын, сын. Это Нин. А Нин это все что угодно. Нин это от внука и дальше. То есть потомок по-русски говорит потомок. Нин это уходит далеко. Нин это не просто Нин. Это что делал Абраам и Сара в воспитании, в влиянии на окружающих примечений Тори, Кошена. Нам об этом пишут. Много. Но о Шеле и Эвере только ссылка, что у них было решено. И все. Мы решили это учебство и ни одного имена нет. Ничего. Совершенно. Значит вот не дальше которые на русском языке нету ни единого слова по русскому языку. Что-то наверное есть на Иврите. Наверное Иврите немножко чуть-чуть больше по-русски обычно. Я так думаю. Возникает вопрос почему нам ничего не думают о таких людях. Они же что-то делали эти люди. Там же ни один, ни два, ни десять учились. Да. Значит это что-то не есть в городе. Да. один ученик мы знаем это Ярков который там учился. Ну Ильцхак вроде там учился. Но что я хочу сказать чем они отличаются от Абрама. Он был хранителем знаний всевечных. И эта тема очень серьезная. Я посвящу одну минуту. Серьезность а не полная. Это для нас очень большой момент и очень как бы строгое замечание в наш адрес. Имена Шем и Эго очень строгое звучали. Это очень полезно для нас серьезное дело. И заключается это в следующем. Заключается в том что люди имели знания всевышней и конечно ничего не делали чтобы это другие люди знали. То есть это да для себя мне хорошо и слава Богу. Помочь другому но он был еще до потопного рождения поэтому надо паузу делать переноска становятся кассеты в чем проблема они именно жили как бы в пещере и жили а кто сказал что ноль это число у меня есть ешива и там ноль учеников я чувствую себя прекрасно главное что я рожь ешива и называюсь рожь ешива и у меня ноль учеников что она не будет что там была ноль и она будет об этом сообщать что там ешива нет она сообщает что эти люди знали о Всевышнем и по ходу она хотела сообщить что они ничего активно не делали чтобы в этом люди знали это большой укор и упрек им поэтому еврейский народ не от них произошел добра и поэтому если мы ведем себя так как Шен и Эвер я не хочу сказать что мы уж так много знаем как Шен и Эвер даже если мы знаем их меньше немножко мы ведем себя так это очень плохо это большой укор очень важная тема это укор НОХу это укор ШЕВу и соответственно Эверу про праву ШЕВу большой укор это жить для себя я всегда говорю так просто понять я живу мне хорошо так тебе же до рождения уже было хорошо помню неоднократно эту мысль привожу в душе человека до рождения замечательно зачем она приходит в этот мир чтоб ей было хорошо так это до рождения хорошо и после смерти хорошо будет так зачем здесь волноваться волноваться здесь за других ты пришел чтобы в мире что-то внести след оставить след где имя Всевышнего впечатано в этот след не в смысле след прийти и разломать два дома а имя Всевышнего оставить здесь Шен и Эвер этого не делал почему это не серьезный Шен ну потому что они все таки на фоне безобразия вокруг он стремился познать суть он был человеком который стремился познать суть он же владел знанием все подчеркиваю что они не сидели в своей ешиве с нулем учеников и ничего не знали у него были огромные знания иначе бы к нему упрека большого может быть и не было кто знал я не знаю но если Иоакоб там учился так наверное ясно что большие знания там Шен а Эверта тоже Эверт он понимал суть что весь мир в одну сторону ну а как бы нужно быть по другую сторону нельзя быть идти вслед идолопоклонникам а того что два миллиона человек говорят глупость это все равно глупость важная мысль не забывайте никогда говорят ну пожалуйста христиан целых миллиард человек там этих миллиард этих миллиард двести миллиард значит это сила значит что правда в этом есть никакой правды нет слово Ибре означает весь мир зачем нам миллиард шесть миллиардов военем все миллиарда по другую сторону нас это не пугает нам это совершенно это не есть наша цель раз она не так я зло делаю дело не в этом мы идем к правде мы должны искать правду в жизни то что шесть миллиардов человек говорят глупость нас не должно ни как смущать совершенно ни радовать ни смущать ни огорчать Ничего. Это, значит, их проблема, которой мы поможем, когда они к нам придут, но пока они не приходят к нам. Мы ничего не можем сделать. Мы готовы, так сказать, идти к ним навстречу, но нужно от них отклик, чтобы их хотел. Авраам Абин, он тоже, кстати, за шиворот никого не трат. Но он каждого приглашал к себе в гости в свое время. И механическая схема была такая, механическая схема. Он активно приглашал в гости людей. И когда люди приходили в гости, он их очень хорошо кормил. Вышеупомянутое занятие в прошлый раз было частично посвящено кулинарии, как вы помните, языки и картинки. Вот. Начал он их хорошо кормил всех. А потом говорил, что надо спасибо сказать. Они такие, ясно, что надо. Мы же все воспитанные люди. Мы тебе хотим сказать спасибо. Нет, он говорит, не мне надо сказать спасибо. Тогда я говорю, а кому? Твоей жене? Тоже надо сказать, естественно. Только вначале не мне, не жене, а кому? А кому? Поэтому он ввел понятие Беркат Амазон. Вот эти начальные слова Зиму, вот это Работай, Неварех и так далее, это Авраам Абин составил эти слова. Сам текст Беркат Амазона, это уже там Муше, потом Иошуа и так далее, Царь Давид. А первые вот эти строчечки, когда трое мужчин находятся или больше, это Авраам. Он их приглашал, он говорит, ну, как? Они говорят, а как же благодарить Всевышнего тогда? Вот он взял счастье, научил, как это делать. То есть имя Всевышнего является источником благословения, мы в Варах, источником благословения, всегда. А, это уже свежая мысль. Это вот эти люди не знают. Тут уже что-то они начинали думать. Жаль, что мы раньше не знали. Контроль, мы иногда пишем, нам Левитан дает контроль. Видите, какой я хороший учитель, я вам контрольный даже не галяю. И настолько все хорошие, да, настолько все хорошие, что я заранее вам пятерки выставляю и, значит, без контроля. Что вы думаете? Женщины могут для этого не? Теоретически, да, если они только в женском обществе находятся. На практике так не делается, никто не может делать. Теоретически может. Все, разобрали немножко с этим. Это не относится к реформистскому поведению? Нет, это относится к ним никак не надо, не следует так делать. Реформизм это уже... Непонятно, зачем упомянули, потому что реформист к евреям не имеет никакого отношения. Поэтому там евреи находятся частью. Часть реформистов это евреи. Не все, но часть. Я уже думала, что это тоже их идея. У них там очень важная интересная идея, кавычка, да, своеобразная. Вот эта религия, одна из религий, не как протестантство, как ветеранство, так и реформист, или консерватизм. Это одна из религий мира. Просто они, как бы, считают себя, что они от еврейства вышли. Но христиане тоже считали себя, что от еврейства? То есть это просто одна из форм религии, реформистской консерватии. Что-то, слава Богу, на это земление особенно приклеивается. Я боюсь, кто будет знать, что дальше будет. Особенно, когда русские, которые приехали, они бред будут распространять еще больше. Не знаю, что будет дальше. Если персим по радио, приходите к нам и отвечайте. Кто не знает, что будет дальше? Конечно, кто не знает. Пока у них нет особой крепости здесь, у формистов и консерваторов. У этих двух религий особенно крепости здесь нет. Посмотрите. От нас с вами зависит. Так, ну, как всегда, мы открываем правильные страницы. Вы же знаете, где. Минха в субботне. Ничего у нас не поменялось. Так что без всяких контрольных я сейчас проверю, что вы делаете и куда вы смотрите, какие книги. Потому что она уже открывается. Ну, конечно, вы столько уже открывали, столько больше. Я надеюсь, что все все открыли. Пожалуйста. Я чувствую, что некоторые полагаются на чудо. Потому что, например, сама книга откроется. В Талмуде говорится, нельзя полагаться на чудо. Просто нельзя полагаться. Запрещается человеку полагаться на чудо. Потому что хозяин чудес Всевышний. Как же может человек полагаться? А ждать? Ждать чудо. Лучше делать другие вещи. Вместо того, чтобы ждать чудо, лучше заниматься. Столько много есть работы в мире. На печенье. И в жизни. Все пришли к одному, да? Да. А ждать чудо, это вот другие народные специалисты. У них и сказки даже соответствующие. И золотые рыбки там и прочее. Да. Так. Я читаю. Я читаю, но это не буду разбираться. Просто я читаю, чтобы остановиться на том месте, где надо. Я читаю, но это не буду разбираться. Я читаю. Я читаю. И вот в этом месте мы остановились в прошлый раз. И теперь мы будем разбирать. И теперь мы будем разбирать уже. в прошлый раз мы разбирали Менуха, Тагава, Унидава. То есть что такое Менуха? Это, как я говорил, это состояние души. Состояние такое цельное, правильное, радостное состояние души. Называется Менуха. Менуха, который имеет в себе качество Агава. Принес в мир Авраам. Принес в мир Авраам. Он тут первый у нас. Авраам Ягель был раньше. Поэтому Менуха Агава. Это мы Авраама вспоминаем. В терме Менуха Недава. Тут написано Менуха, Тагава, Унидава. Что такое Недава? Недава это отдать от себя. Мы говорили отдать от себя. Очень часто связано с умением сердца отдавать. С способностью сердца отдавать. Это была квинтэссенция. Это был Ицхад, как мы говорили в прошлый раз. Потому что он отдал всего себя. Он не отдал часть себя. Он отдал всего себя. Абсолютно. Поэтому он иногда называется Акидат Ицхак. То место, что называется Корбан Ола. Он из себя сделал приношение Ола. А приношение Ола это когда предмет приношения сжигается полностью. Потому что он отдал себя полностью. Он сказал, что лежал и был готов, что его зарежут с чистым сердцем. У него не было ни сомнений, ни тревоги, ни переживаний. Он абсолютно... У него была Менуха Недава. У него вот эта Менуха была в сердце. Он чувствовал Менуха. Все хорошо. Но это надо быть Ицхаком как. Это мы говорим. Теперь дальше мы тоже говорим Менуха Эмед Вимуна. Помните, Менуха Эмед Вимуна это Яков. Яков это человек Эмед. Потому что Яков последний уже третий сын. Третий еврей. Третий еврей. Так это уже окончательно. Еврейский народ окончательно утвердился. все дети Якова еврей. Это Мен. Алев Мен Тав. От Алев до Тав. Видите Алев в слове Мен? Начало Тав конец. Посередине еще Мен. Мен символ Мен. Вода Тора. От начала до конца посередине Тора идет. И это Мен. И Эмена. Мы говорили Эмена потому что Яков чтобы научить нас прожить эти тысячи лет он должен был сам в своей жизни прожить галут. То есть мы помним что он ну скоро будем читать недельный глава что он убежал из дома что он был бездомный что он был в галуте что он был никто совершенно. Потом когда он пришел 600 тысяч голов скота символ 600 тысяч евреев 600 тысяч голов скота богатейший человек знатнейший знаменитый все 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 раз Иосиф исчезает убит непонятно где 22 года не видел то есть вся линия чтобы у него было 12 сыновей как цельность пропала то есть мы видим когда уже все хорошо раз все разваливается и где он должен куда пойти в Египет еще после всего надо было в Египет то есть мы видим что если бы не было чего-то не было бы Якова и нас а чего должно было быть что должно было быть имуна когда в галуте должна быть имуна я знаю Эммет но Эммет знает теоретически я знаю что Тора да есть я знаю что все правильно я знаю что я этого не вижу если я в галуте этого же не вижу а мы сегодня в галуте мы же этого не видим значит что остается имуна Мы верим, что это так. Если человек не верит, если у него, он называется микатне иммуна, если у него мало иммуны, катан, да, если у него мало иммуны, это очень плохо. Называется микатне иммуна. Люди, которые не верят. Я понял вопрос. Как всегда, жизнь интересна тем, что нет лактусов в ума. То есть нельзя так раз, два. Я дам пример просто. Примеры. Вы их должны промоделировать и для себя применить. Примеры, как всегда, чтобы это был учебный пример, даже грубый, очевидный и так далее. В субботу. Вы в субботу гуляете. Идете в синагогу, идете в синагогу и тому подобное. Гора Мория, там, где он с Хахом, что она в это время умерла. В ту секунду, когда это была история с Хакедой, она умерла. И он возвращался назад. Он уже не застал ее в журе. Он уже СП должен был читать. И дальше мы читаем. Вояком Аврааме Алпне Мейто Ведабер Элбне Хетли Мор. И тогда он встал, встал перед лежащей, перед ней умершей. Стал говорить с хитиянцами, хитейцами. Вне Хет. Хет – это народ. Стал с ними говорить. Говорится Пне Мейто. То есть, как бы, Мед в мужском роде всегда. Хотя Сара – женщина. Но Мед всегда в мужском роде. Важный философский смысл тут есть, мировоззренческий. Потому что умирает только тело. Тело – это губ. Губ мужского рода. Человек не умирает. Ни мужчина не умирает, ни женщина не умирает. Поэтому нельзя сказать о женщине, что она умерла. Это Мед просто. Человек Мед. Не важно, мужчина или женщина. Потому что умирает тело. Но не умирает душа. Так здесь прямо это письм Пне Мейто. И что говорится дальше? Он говорил с этими хитейцами. Что это за хитейцы? Значит, сначала их происхождение. Хет – это сын Канаана. Здесь мы тоже видим. Канаан – это внук Нуака. Ахет – это сын Канаана. Вот он на территории этой земли как раз находился Авраам. Это их территория. Мы сейчас подумаем. Прочтем дальше еще. Леймор, что он им говорит? Он стал, чтобы сказать им следующее. Гер ветушав анохи и махэль. Я у вас живу как непостоянный житель. Как гер. Гер – это человек, который пришел поселиться. А тошав – это лид-го-рер – это прийти поселиться. А тошав – это который живет, но не есть гражданин. То есть живет… И сегодня даже в Израиле это слово соблюдается. Если кто-то сюда приезжает и имеет право здесь жить не как турист, но не хочет быть гражданином или не может быть гражданином, но имеет право здесь быть, то он получает статус Тошав. Тошав – человек, который имеет право жить. Так он говорит, я пришел поселиться издалека, и я у вас Тошав. А почему не сказал, что я – Израил? Израил – это тот, кто постоянно живет. Потому что Абрам до того, как евреи не придут из Египта, еще не имел права на эту землю. Она ему была дана в потенциале. Всевышний сказал, куда ты не пойдешь, все будет вдвоем. Но при этом он сказал, что они гер виташав и махэм снули акузат кевер и махэм. Дайте мне место, чтобы была могила там. И я тогда похороню ее. И дальше ваяну бнехэт – это Абрам, и они стали говорить с Абрамом, этих хитейц, леймогу, шману, адони, носи элоким, ата, это хейну. Ты же несешь на себя, носи элоким. Носи – это как несешь, похоже на гибридское слово с русским. Ты несешь на себе знания Всевышнего. Элоким они говорят, потому что они не знают Хашеева, они знают только Элоким, творец мира. Ты же такой среди нас. И поэтому любое место ты можешь взять. Я не буду дальше читать. Дальше он говорит, я не хочу. И там Эхрон выступает. Абрам говорит, я хочу именно это место, что называется Маарата Махпела. Да. Можем? Да. Там, где заканчивается клим и начинается далее. Значит, слово Вали в Котах. Вали в Котах? Маленькая Кат. Это дополнительная информация нам внесется. У меня в Сидуре здесь не отвечено, но в Торе, значит, в Кумаше написана маленькая буква. Значит, маленькая буква. Но я позволю себе, я просто отвечу, я отвечаю на ваш вопрос, но очень коротко. А именно, что эта введенная информация нам несет через наших нефаршиль. Нам отсюда целый ряд сообщений приводится. И я позволю себя на это место нравиться. Хорошо. Вот. Большинство нефаршилов в этом случае. Да. Значит, он хочет Маарата Махпела. Вот это специальное место, которое называется. Маара – это пещера. Махпела – это Капуль. Это двойная пещера. Для тех людей, кто не видит дальше чемотерии, он не видит обычную пещеру, а для тех людей, кто видит дальше, они видят другую пещеру. Это двойная пещера, то не просто пещера. Он говорит, я хочу это. Ты не еврейская? Махпела – Керппель, я иврейская версия. Мне не поняла, кто это игрок. Когда грах? Как. Керпель – это двойная… Маараат Махпела – это двойная пещера. Абраму выбрал это место, потому что он знал, что там надо, и там надо, чтобы все они были. А они не знали этого. Вот я хочу этот, когда хозяин Эфродова звонит, говорит, пожалуйста, бери бесплатно. Тогда Абрам говорит, я хочу только за деньги. Как он говорит, за деньги, он говорит, да, пожалуйста, за 400 единиц денег, причем огромную цену заломил. Больше, чем стоимость этой земли была. Поэтому говорится в Талмуде, что есть два линии поведения. Те, кто от Абрама происходит, они говорят меньше, но делают больше. Абрам сказал в прошлой неделе на главе, помните, немножко воды сейчас принесу вам, будет для вас, а принес много. Покушайте хлеб, а сделайте царскую трапезу, как мы говорили в прошлый раз. Говорит мало, делает много. Как делаете фронт? Бери бесплатно. А когда мы подошли уже к конкретности, я в РАУМ сказал, я хочу заплатить, так он не сказал, дай мне один шейфер. Он сказал, дай мне 400 с нас. Я в РАУМ заплатил 400. Мы уже говорили о числе 400, как-то один раз. Буква ТА изображает число 400. Последняя буква алфавита. И помните, как пишется буква ТА, то есть ее нижняя ножка вперед упорит. То есть последняя буква, но она идет вперед, на этом не кончается. И это, как сказать, буква ТА вскрывает в себе будущее. Бесконечность в каком-то смысле. И поэтому АВРАМ заплатил вот эти 400 единиц денег, как символ, что это навсегда уже, что-то бесконечное. Не просто кухня, а так. Так. Да, так, что я хотел здесь сказать. Я хотел сказать вот что. В Нэйхэ, что это за хитейцы, с которыми АВРАМ ведет разговор? То, что они жители этой земли, нам совсем не обязательно было бы здесь указывать. Можно было бы сказать, мы уже знаем, что это Эрец Кенаан. Так они все канонейцы. Эти семь народов, которые потом надо было изгнать. Хитейцы одни из этих семи народов. Поэтому с ними не надо было бы их указывать. Какая нам разница, хитейцы они или не хитейцы. Значит, в слове хет, есть очень что-то интересное. Более того, если посчитать всю, где говорится тут Бнэйхэ, или там народ, или хитейцы, или что-то, по всей этой теме мы найдем, что 10 раз они упомянуты здесь. Что позволяет устной Торе сказать, что это параллельно 10 заповедям они упомянуты. Они упомянуты параллельно 10 заповедям, потому что у них был потенциал это все соблюдать. Кенаан, земля, которая имеет такой потенциал. А вместо этого они нарушали все 10 заповедей. Они интересны народу. Посмотрите, слово хет. Слово хет имеет слово, буквы хет и тар. Буква хет означает число 8. Означает прорыв из материальности в духовную. Число 8 это уже духовная буква. 7 это цель материального мира. Ясно, что цель должна быть духовная. Но это еще в рамках материального мира. 6 дней мир творился, 7 день суббота, все это материальный мир. А 8 это уже надо все. 8 не связано с материей вообще. А так, как мы знаем, бесконечное. Будущее. То есть получается, что эти люди сами того не знали. Своим именем несли в себе идею прорыва из материи в духовности. Как знаете, ракета побеждает притяжение Земли. И тогда спутник начинает крутиться вокруг Земли. То есть нужно победить притяжение Земли. Буква хет говорит о победе притяжения Земли. Если бы мы были конструкторами ракет, и Израиль бы запустил ракету на Луну, то надо было бы эту ракету буквы хет натаскать. Я бы как бы. Символ прорыва от материи в Тарвадзе. А в Атах это бесконечное. То есть эти люди не знали, что они несут на своем имени. И именно в этом месте Марата Махпилла находится. И именно в этом месте похоронены наши прадцы. И Адам там же. Это место, которое концентрировано в себе имеет свойство прорыва материи. Ухода от материи. Примерно то, что я хотел бы здесь сказать. Я думаю, что я больше не добавлю. На этот раз. Да? Почему в Торе сын называется Нин? Это предыдущие были. Нехет и Нин. Торе перепутывается между собой. Потому что Нехет и Нин. И Нин и Нехет это одно и то же. Это внуки всегда. В разговорном языке Нехет это конкретно. Нехет не внук, а Нин это потомок, дальше сына. Нин это тот, кто потомок, дальше сына. Например, внук, например, правнук и так далее. Слово Нин это просто дальше сына. Это может быть и Нин написано. Нехет конкретно. Сын сына. Это Нин. А Нин это все что угодно. Нин это от внука и дальше. То есть потомок, по-русски мы говорим «потомок». Нин это значит, позже далеко. У меня чего-то сказать. Да. Что делал Авраам и Сара в воспитании, во влиянии на окружающих помещениях Торе, Кошена. Нам об этом пишут. Много. Но о Шене и Эвере только ссылка, что у них было решено. И все. Но решили это учиться. И ни одного имена нет. Ничего. Совершенно. Значит, вот Миттерши, который на русском языке, я бы не индирую, что было. Что-то, наверное, есть наявитель. Наверное, наявитель немножко чуть-чуть больше по-русски обычно. Да, но возникает вопрос, почему нам не люди думают о таких людях? Они же что-то делали, эти люди. Там же ни один, ни два, ни десять учились. Да. Значит, это... Это что-то не есть, Володя? Да. Значит, один ученик, мы знаем, это Яков, который там учился. Ну, ведь как они там учили? Ну, на что я хочу сказать, чем они отличаются от Абрама? После Абрама, наявшие военные тут? Нет, они не отличаются, это сынок, он когда уже... Он был хранителем знаний Всевышнего. И эта тема очень серьезная. Я посвящу ей одну минуту. В связи с ее серьезностью, а не полную. Это для нас очень большой момент. И очень, как бы, строгое замечание в нашей адресе. Имена Шем и Эвер. Очень строгое замечание. Это очень, как бы, для нас серьезное дело. И заключается это в следующем. Заключается в том, что люди имели знания Всевышнего. И, конечно, ничего не делали, чтобы это другие люди знали. То есть это... Да, для себя. Мне хорошо, и слава Богу. Помочь другому. Но он был еще до потопного, так сказать, рождения. И поэтому... Они именно жили, как бы, в пещере. И... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok